друзья всем привет пришла заявка найти не то чтобы найти а осмотреть не битый внимание не битый не крашеный volkswagen b6 в моем понимании сознании их как ланосов не битых не крашеных просто не бывает потому как это такой больше из разряда автомобиль для молодежи но имеем якобы автомобиль из-под вменяемого дедушки ну в общем очередная интересная история поехали смотреть действительно ли это так едем на осмотр volkswagen на фасад b6 вроде бы все нормально все обычно мы находимся 10 километров от киева и здесь такой некая уже бездорожье не понимаю как люди ездят здесь зимой это село счастливое это бориспольское направление нам точно сюда ю-моё какая конопля растет высокая с учетом того что машина практически на вами конопля выше головы а вот целое поле может кто-то здесь елка слушай надо будет остановиться сфотографироваться как-то давно же никто не курит до заросли такие вот он какие за 1 4 здоровенные ну я в жизни такой конопли честно говоря не видел высоту я понимаю что это не какая-то сортовая потому что тут уже приехали товарищи в погонах и быстренько всех повязали осмотр будет веселый здесь каяка пуля очень высокими кустами разве лет чего да весело слушай нарядное место мы выбрали для осмотра канаде мы выбрали нас сюда пригласить да вообще должны были смотреть на березняках но парень говорит ребят я с утра не успеваю приду после обеда давайте лучше вы мы так подумали с утра нету пробок бегом хопа в счастливое приехали в счастливое и а тут такая высокая конопля машина здесь дача дом наверное парни который будет показывать здесь но первый медлячок уже начался должен был показывать собственник собственника уже нет сейчас выйдет некий помощник который должен показать нам автомобиль а вообще как мы узнали позже немножко еще хитрее закручена ситуация значит владелец это действительно пожилой дядька продает его сын ну с владельцем мы так и не пообщались а показывать будет некий представитель который друг семьи назовем так сейчас для актрас осмотра быстренько зафиксируем вот заднее правое уже есть заднее право окрашено крыло заднее правое с элементами шпаклевки задняя правая дверь и заднее правое крыло со шпаклевкой вот отсюда видно переход как красилась вот так вот идет но там вот и зон заканчивается вот здесь уж поклёпки столько что он даже не простреливать не видно здесь уже начинает хватать около двух миллиметров здесь больше по дверям тоже вот здесь вот шпаклевки два вот этих элемента крашеные и вся машина больше не крашеном видно уже беленькая шпаклевка отваливается не так много ну вот здесь немного вот тут много здесь немного и даже включается то что заявлено что не прошу на мне одну деталь 1 нужные ним 2 нам обещали не битой нам обещали не крашенная автомобиль по крайней мере в объявлении по телефону было заявлено что машины имеет не имеет ни одного крашеного элемента не бамперов и дверей ничего машина от первого собственника он ее покупал изначально в салоне и вот с 2008 года этот автомобиль катается по дорогам украины с одним собственником когда один собственник автомобиля это хорошо можно узнать что хотя бы было с автомобилем но забегая наперед скажу что эта машина не замученная и именно поэтому заказчик говорит мы смотрим ее дальше что касательно ремонта визуально ремонта не видно то есть сделано хорошо ну хорошо но не хорошо объясню сейчас почему почему хорошо почему не хорошо хорошо сделано потому что сделано это давно шпаклевка не просела когда ее накладывают такими толстыми слоями она усыхается проседает потом может треска царе пацану это если делают на secular руку здесь делали это не быстро делали ну качественно насколько могли они качественно это потому что можно было поработать спортом спутеры да такой обратный молоток который выстукивает наружу. Там к нему такая штука приваривается, выстукивается и делает минимальный слой этой шпаклевки. Так вот, при помощи молотка и скоттера можно было бы сделать намного лучше. Но почему-то люди не заморочились. Хотя внешне ремонт неплохой. Вот если машина после дождя и слегка в грязи, этого вообще не будет видно. Не просела нигде. Ни кратеров, ничего, ни трещин. Хорошо сделано. Хорошо выготовлено. Но сделано не очень хорошо. Сразу первый запуск двигателя. Значит, по демперу. Сейчас я попробую максимально движку в кокане. Вот, увидел, что его в карандах в кокане. Курбина должна выдавать 0,6 бара. Она выдает 0,2. При оборотах в 2,5 тысячи оборота. При оборотах в 2,5 тысячи она выдает 0,2 бара. То есть, она не добывает. Плюс по вот этим характерным соплям мы понимаем, что у нее течь масла в холодную часть уливки. В горячую не вижу. В горячую не вижу. В далеко с утри. Сейчас ямы посмотрим при необходимости. Блок у двигателя, растяжка цепи у нее 1,8, 3,75. Это при максимально допустимом 3. Но это опять-таки все условно. Нужно ехать и снимать переднее правое крыльцо. Снимать подкрылок и смотреть, насколько грани это шло сама цепь по меточкам. Крашенный локально кузов косметически, как многие скажут, это действительно небольшая проблема. Тем более, сделан он давно. Сделан он более-менее хорошо. То вот растянутая цепь на механической коробке это проблема куда более такая. Посерьезнее. Я сейчас объясню почему. Когда автомобиль оставлять, например, на пригорке, на передаче с растянутой цепью, она может просто перескочить. И вот тогда будет беда при попытке запустить двигатель. Поэтому здесь нужно точно понять, насколько растянута эта цепь. Потому что замена цепи это в среднем около 1000 долларов. Там плюс-минус. Если там менять помпу, менять сразу же термостат и делать все по уму, то в среднем с хорошими запчастями это 1200. Хотя запросто можно вклеиться и в 700 долларов на неоригинальные запчасти. Но тем не менее, все равно сделать более-менее неплохо. Это то, что я понаблюдал. И сейчас даю Андрею, потому что он более детально остальное осматривал. Андрюха, твоя очередь. Да, добрый день. Давайте я вопросов задам вам. Что для вас является критическим, после чего вы скажете нет этому автомобилю? Предварительно мы понимаем, что кузов у этого автомобиля он еще сносный, салон у этого автомобиля не зашатанный, не, как это на русском языке сказать, не такой разваливающийся, более-менее действительно ухоженный, хотя и со следами былой красоты на лице, в общем, со следами с эксплуатацией за 12 лет, назовем так. Но есть еще такая техническая составляющая, которая тоже немаловажная. И вот в надежде, что у этого автомобиля хорошая техническая часть, мы едем осмотреть его на СТО. Что-то стучит, с вами проехать, это потребно, не потребно, треба подивиться, наскільки растянутый цепок, просто поднять. Не удержался, чтобы не рассказать анекдот про цепок. Едет, ну, возьмем еще за ситуацию, старый гаишник стоит на посту, останавливает бензовоз, ну, в бензовозе висит же цепь заземления, ну, если вдруг кто не знает, я думаю, все знают. И документы в порядке, все классно, все замечательно. О, что за цепок? Ну, слушай, дорогой, это для того, чтобы вот молния в машину попадет, чтобы заземление, чтобы не было воспламенения и всего остального. Понял? Не, что за цепок? Ну, еще раз объясняет, а так раза 3-4 продолжается. Говорит, слушай, хорошо, останови соседнюю машину, какую-нибудь другую, спроси, что это такое, ну, может, ты действительно как-то так не знал или еще что-то, это типа нормально, простительно. Хорошо, останавливает кого-то же вулика, там, дедушка, такой нормально, технический подкованный, спрашивает, слушай, дружи, а что за цепок у него висит? Ну, слушай, это для того, чтобы вот, когда молния попадет в бензовод, чтобы не загорелось топливо, уходит все в землю. Ага, зрозумело, ты езжай, а где твой цепок? Это пук? Так. Это пук чего? ГРМ. Так вы говорили, диагностика ходовой части, или двигуна? Диагностика ходовой части, это вообще требовало. Взагалі, за обращение, один был добавлен, что это. Нет, за ходовой части я вам допоможу, а в двигуни я не лезу. Я покажу, я скажу, что делать там очень легко. Там треба перший цилиндр поднять вверху, 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 вверху. Все, я продумаю. Суді заїжджайте, ставьте машинку, иди сюда. Знаете, не люблю лезти, а если я не хочу, я туда не лезу. Если вы уже туда залазили, то у вас нет проблем. Это регламент проверки цепи натяжителя? Оношко это. Да, да, да. Мне просто цікаво для общего развития. Я не зря оставил диалог с парнем с СТО, потому что вот я сделаю легкое отступление. К нам очень часто приходят люди на... Мы до сих пор ищем парня на автоподбор. Так вот, в автоподборе почему-то есть такой миф, что люди смотрят только кузов. И то, те люди, которые к нам приходят, они даже кузов посмотреть не могут нормально. Вот если у них отобрать толщиномер, то все, жизнь рухнула, мир просто рассыпался, и они ничего не видят, как слепые котята. Они говорят, мы смотрим кузов, мы кузов можем осмотреть. А вот если нужно смотреть дальше, мы везем автомобиль на СТО. Так вот, ребятки, не на каждом СТО, далеко не на каждом СТО про автомобиль вам могут рассказать правду. То есть, здесь парень сказал честно, я в этом не понимаю. А есть очень много СТОшек, где давай посмотрим, ну, если масло не течет и двигатель заводится, это уже классно. Хотя, не всегда это так. А мы часто смотрим в таких местах, где машину приходится смотреть, вот кроме подъемника или ямы, нет, вообще ничего. Так вот, наши специалисты могут посмотреть автомобиль в разных условиях. Наши специалисты могут посмотреть, грубо говоря, автомобиль в чистом поле, если есть туда доступ. Нам от СТО что нужно? Нам нужен только доступ. Ребята, дайте нам доступ, мы посмотрим сами. в общем разбирали, разбирали, разобрали. Я к смотровому окошку, там где оно должно быть, а там его просто нету. то есть, как на 1.4, там ровненько, все хорошо, все классненько. Ребят, напишите в комментариях, кто знает, знающие, может ли быть 1.8 без окошка смотрового. Потому что бытует мнение, что на первых моделях, которые выпускались, там его еще не было. Хотя, ну, я впервые увидел, что на Passat, да не важно на Passat, а на моторе 1.8, нету смотрового окошка, для того, чтобы посмотреть цепь. И понимая всю сложившуюся ситуацию, что мы не можем посмотреть цепь, ну, мы принимаем решение посмотреть хотя бы цилиндры. И, естественно, вот они, раз, два, три, четыре катушки, четыре свечки, все это дело вытягиваем и смотрим цилиндры изнутри. Насколько они хорошие или же, насколько они не хорошие. И проломали. Вместо того, чтобы сюда поставить, где-то на каком-то стеоле на шиномонтаже, вот здесь вот тут правильная колхозная шайба есть. А с той стороны, что у нас с этой стороны, та же самая. Что это здесь заложили чем-то? Ну, очень классный пластик попался. АБС. Что АБС? Пластик. Суппорт не болтается, но шеволится. Вот. А. Это просто. И вот. Не, и он имеет в виду, что уже такая значительная коррозия. Уй, ай, блядь. Андрюха, я могу рассказать, сколько стоит операция на глаз? Сейчас поясним ситуацию, что произошло. В общем, там имеем поддон, и поддон он такой интересный, ну, как, обычный поддон, но он ржавый в двух местах, и такое впечатление, что он сейчас, ну, просто прогниет. Ну, взять его пальцем, пробить, и оттуда потечет масло. Андрей дотронулся оттуда маслом, и, в более случая, моя голова как раз была под этой ржавчиной. Мне эта ржавчина падает в глаза. Соответственно, две камеры ушли вниз. Я был уверен, что у меня есть на видео этот момент, но на кусочке видео есть. Я сейчас покажу, в каком состоянии этот поддон. Он, ну, я не уверен, что он полностью проржавел, но состояние у него визуально очень критическое. Вон, металлические частицы в патрубке. Красота. Страшная сила. О чем это говорить? Что трубину выбросили. Не надо ее выбрасывать. Ее еще можно починить. Пока здесь радиатор посмотрел. Да. Что тебе забыть? Очень ему плохо. В комментариях под видео иногда проскакивают такие подлинные комментарии в формате того, что вы слишком дофига пытаетесь торговать с автомобиля. Ребят, мы обоснованно это пытаемся торговать. Вот на примере турбин, я сейчас возьму турбину, секундочку. У нас есть, так сказать, выставочный экземпляр. Так вот, на примере турбины я покажу. Есть вот холодная крыльчатка, которая засасывает воздух. Есть холодная улитка, тоже алюминиевая. Так вот, алюминиевая пыль, стружка, вот эта, которая мы видим в патрубках, это именно от того, что разбалансировался вот этот вот вал. А теперь понимаем, турбина под замену. По крайней мере, холодная улитка и сам картридж середина. То есть, там наверняка останется с этой всей турбины лишь только одна горячая улитка. То есть, понимаем, что турбина ремонтом уже может не обойтись. Может обойтись, а может нет. Вскрытие точнее покажет. Перед тем, как делать вердикт, надо действительно сделать скрытие. Поэтому, возможно, я поспешил с выводами, но маловероятно. Дальше имеем патрубки, которые, ну окей, патрубки можно помыть. Интеркулер помыть, вытрусить оттуда опилки, вот эти вот. Очень маловероятно. Поэтому интеркулер пойдет под замену. А раз меняем радиатор интеркулера, то там же сразу же меняется радиатор кондиционера, который мы, как мы видим, в плачевном состоянии. И это только затронули один элемент, а там еще есть за что зацепиться. Так вот, что я хотел этим комментарием сказать. 9300 обосновано дофига для этого автомобиля, потому что вложений от машины продается, напомним, не битая, не крашеная, вся идеально обслуживанная и требующая вложений. Так вот, это есть неправда. А машина, она, ну, не потолок в рынке, а вот практически тот максимум, который можно представить. надо было вот эту вот хрень делать до того, как я помыл руки. Ну, знаете, тормозгетические такие требуют, конечно, внимания. Внимание? Да. Мусорки они требуют. О, я так, ты не можешь это так выражаться. Я стараюсь притремовать свои эмоции. А ну, ну, покажи, Андрюха, ну что, в колоссах масло? Не, не, пока нема. Я двигаю свежее, это канифоль. Масло. Видно? Да, это прокладка подтекает. Ах, чудо, враждебные техники. Давай, фокусируйся. Она сразу фокус поведет на этом. Она видит, что свеча. Четвертое. Все равно споймал. Здесь, назад, если вернуть, то вроде бы немного задеры были. Не, это хон. Это хон. Сейчас, если назад, вернуться. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Хорош. 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 Общий вид у нее неплохой. То есть, видно легкие потертости по бамперу. Видно, что он был крашен, передний бампер. Так, ну и пошли теперь по обцяткам. Я сразу буду говорить. Телефонник, вот здесь вот поцарапан под левой фарой на бампере. Решетка облазит хром в верхнем левом углу. Дальше. Сейчас, секундочку. Вот точки ржавчины закрашены. вот, 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 вот. Вот, вот, вот. А, ее бы помыть, она же так не, не видно будет. Дальше. Вот ржавчик. Бампер задний стоит нормально, стекла прошел по кругу, стекла все у нее родные. Вон там, я уже мацал только помыл руки, там сажа, в смысле выхлопной трубе. Пришло, наверное, время сделать вставку пояснение, почему я все время топлю за именно сажу выхлопной трубе, потому что вот, оно должно быть, потому что двигатель, выхлопные газы, всякое такое. Ребят, значит, сажи бывает три вида, это первый момент. А еще, что не парадоксальное, ее не бывает вообще, да, в машинах, которые исправны, сажи нету, там есть только конденсат. Вот, начну по порядку. Значит, если сухой бархатистый налет, это значит, ну, причины может быть три, скажем так, несколько, результат один, это повышенный расход топлива. То есть, это сильно обогащенная смесь. Детально не будем разбираться, просто говорю причины. Дальше, следующее, что может быть, это вода с сажей. Если машина, вот, например, постояла там недельку, например, и потом начали ездить, то конденсат вымывает сажу, и она не жирная, скажем так, обычная, как вода. А вот, если вот эта сажа жирная, как вот в этом случае, это, опять-таки, причин несколько, в частности, у меня в голове 3-4, но результат один, это тупо масложор двигателя. То есть, это может быть турбина, кольца, сальники и так далее. Видео не об этом. Здесь, здесь налет сажи, именно масляный. И это говорит о том, что вот турбинка там уже, плюс мы еще машину разбирали, смотрели, что в турбине там есть масло. Поэтому, вот это сажа, это именно от турбины. А вообще, если смотрите, иногда бывает, есть сажа, бывает нет. Вот когда нету, это просто, на, тём-тём-тём хороший моторчик. Но в данном случае, он не хороший, он немножко болеет. У него крыла, всё всаженное. Ну, имеется в виду, да, и здесь есть места, где шпаклёвка даже не пробивается. То есть, вот от этой части, одна третья, в самый низ, до низу, вот так вот шпаклёвка, она не пробивается. Ну, а дальше что? А, по сиденью, вернее, по салону, где-то вырезано. Вот окошечко. Вот здесь оно вырезано, так не должно быть. Что касательно окошка, моё предположение, что там должны были стоять другие сидения, то есть, хотели поставить электрические сидения, но не стали заморачивать. Хотя я могу ошибаться. Если кто знает, нафига вырезали вот это вот окошко, пожалуйста, напишите в комментариях. Мне реально очень интересно. Ржавчинка присутствует, из-за того, что вот здесь уже стёрлась краска на двери. Ну, в общем, не могу сказать, что машина очень мрачная. Ну, для 12 лет она ещё неплохая. Из непонятного, почему не наш... Да шо ж ты там прям солнце в глаз, после операции сложно. Мне операцию на глазик делали несколько дней назад, меняли линзу, для того, чтобы я близко видел очень хорошо. Потому что возраст уже такой, что близко в темноте начал плохо видеть, а с моей профессией плохо видеть, это плохо. Продолжим. Передние колодки изнутри не прилегают плотно, типа новые колодки, но западло заключается в том, что внутренняя колодка, она тоньше, чем наружная. Дальше задние колодки к задним дискам не прилегают, потому что задние диски уже надо будет куда-то выбросить на... Неравномерно прилегает колодки, но колодки здесь новые поставили. и опсель-мопсель. Делает вид, что нас не видят. Походу, они к нам присоединили. Впечатление о автомобиле двоякое, то есть для своего ценника она переоценена. То есть, да, за ней следили, за ней смотрели, у нее вот эти вот потертые нитки в салоне вот здесь. я, кстати, забыл на это видео снять, но есть фотографии. Есть у нее вопросы, но есть у нее дальше и жизнь. Вот, видите, что пишет. Тогда у нас регулярно ТО с заменой пружин. Пружины я не видел, что там вообще снимались. Тормозные диски в таком воде. Без ДТП. Мажорные незначные тонны. Незначные? Ну, я вижу 7,5. Пятерочка. Не, ну, пятерочка. У нас это по 7,5 дизеля, персики. Ну, это было тогда, сейчас. Ну, вот так, чтобы не обидеть ни одной из сторон, 7,5. Да она же не в консервации стояла. Хорошо уговорил, 7,3. Так как это не музейный экспонат. И заявлено было, что машина не имеет ни одного крашеного элемента. Крашены два элемента по металлу, крашеные бампера. И причем металлические элементы крашены так, что в некоторых местах, а в частности арка, там вылепленные шпаклевки. То есть там шпаклевка не пробивается. Ну, в общем, вот такая пока информация. Отправляю видео. Он не хайлайн. Да, и он заявленный, что он в хайлайн в комплектации, а по факту он нифига не хайлайн. Заказчику мы предоставили всю информацию по этому автомобилю, дабы у него был повод к размышлению. Ну, 9300, по-моему, такая изначальная стоимость была. Она нереально завышена. Чем закончилась эта история? Не знаю. Вам, друзья, спасибо большое, что досмотрели это видео до конца. Ну, а с вами был Николай Тарануха и компания Одинавто. Всем удачи на дорогах. Всем пока-пока. Официальный стейл... Рот замерз от мороженого. На передаче... У нас вот недавно был... Ах, носик чухается. Вот у нас недавно был случай. Ну, как случай. У нас недавно был выбер... Ну, выбер. Солнце светит прямо в глаз. Начинаю же его насветать.